Здравствуйте! В эфире программа «Время здоровья» с вами Ольга Алексеева. Сегодня мы поговорим о женском здоровье, о том, как сохранить красоту и продлить молодость. Вы узнаете, что такое эстетическая гинекология и морфотип чувашской женщины. Расскажут нам об этом специалисты клиники 21. Медицинский центр клиника 21 занимается диагностикой и лечением гинекологических заболеваний взрослых и детей. Оказывает широкий спектр услуг в сфере косметологии. Здесь работают опытные врачи-акушеры-гинекологи, врачи-косметологи и дерматологи, которые становятся лучшими помощниками в вопросах продления молодости и красоты. Комплексные программы направлены на устранение признаков старения и улучшение качества жизни. Клиника 21 помогает женщинам достичь гармонии, почувствовать комфорт, уверенность и удовлетворенность жизнью. Итак, знакомьтесь. Ольга Федорова, врач-акушер-гинеколог. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Федорова, врач-акушер-гинеколог первой категории. Стаж работы по специальности 15 лет. Имеет сертификат по специальности акушерство и гинекология, ультразвуковая диагностика. Я знаю, что в клинике 21 развивается такое направление, как эстетическая гинекология. Расскажите об этом. Да, в клинике 21 у нас есть такое направление, как эстетическая гинекология, которая направлена на сохранение качества жизни женщины в любом возрастном периоде. Многие женщины сталкиваются с изменением в послеродовом периоде, возрастные изменения, после похудания или просто как снижение чувствительности. Но многие женщины предпочитают игнорировать эти симптомы, не обращать на них внимания, предпочитают терпеть дискомфорт и неудобства и не обращаются за консультацией к специалистам. Или, имея опыт неудачного обращения к специалисту, считают, что им невозможно оказать помощь. Но это не так. Сейчас в гинекологии используются очень часто феллеры. Это гели на основе гиалуронной кислоты, которые вводятся именно в вентильную зону. Эта процедура не только направлена в эстетических целях для устранения птоза, повышения упругостью, повышения чувствительности определенных зон, но также эти процедуры используются в лечебных целях. Допустим, если у женщины есть диамет половой щели в послеродовом периоде, можно использовать феллеры для сужения входа во влагалище и, как следствие, профилактика воспалительных заболеваний и дисбактериоза в влагалище. Также можно использовать феллеры широко для коррекции стресса в недержании мочи в начальном стадии заболевания. Эта ситуация бывает очень часто у женщин в менопаузе, бывает после похудания или в послеродовом периоде. Также в нашей клинике широко используется плазмотерапия. Это когда вводится аутоплазма самого человека в интимные зоны, которые помогают устранить дистрофические, воспалительные заболевания в влагалище, а также повысить увлажнение слизистой, что очень важно женщинам в возрастных периодах. Также в нашей клинике мы проводим подпорь писаря для женщин с опущением и падением органов малого таза. Это помогает повысить качество жизни, особенно на взрывах возрастных женщин. Ольга, с какой периодичностью нужно обязательно посещать гинеколога? Женщины, которые живут половой жизнью, рекомендуется осмотр гинеколога два раза в год. Причем один раз в год нужно проходить полное обследование гинеколога с обязательной сдачей анализов на онкоцитологию шейки матки, проходить ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез. В нашей клинике существует такая услуга, как плановый осмотр врача-акушера-гинеколога, который включает основные анализы. Это направлено для того, чтобы сохранить здоровье женщины. Вот именно от здоровья женщины зависит здоровье всей семьи в целом. Взаимоотношения между супругами имеют немаловажную роль в жизни каждой семьи, и именно от этого будет зависеть весь климат семьи в целом. Расскажите про онлайн-уроки для девочек-подростков, которые, я тоже знаю, есть в вашей клинике. Врачи нашего города и Чувашьего республика проводят лекции с беседами в школах с девочками о профилактике инфекции, о контрацепциях, а также о правилах химитерной региены. Хорошо, когда эти беседы и лекции сопровождаются наглядным материалом. Так возникла у нас идея создать онлайн-курсы для девочек-подростков, чтобы они могли получить информацию. Так как информации накопилось много, получилось три онлайн-курса. Первый – основа гигиены и женского здоровья. Второй – методы контрацепции. И третий – инфекция преимущества, привлечивающихся половым путем. Эти онлайн-курсы помогают подросткам найти много полезной информации и сориентируются в сложных ситуациях. Удобно, что они висят в открытом доступе. Их можно посмотреть с любого устройства, в любом месте. Их могут посмотреть не только подростки, но и родители, учителя и медработники. И также медработники могут использовать эту информацию в своих рабочих целях. Расскажите, могут ли подростки обратиться в вашу клинику к гинекологу? Да, в нашей клинике есть такая возможность. Осмотры детей до 18 лет проводят только специалисты, который прошел тематическое уссуществление по теме гинекологии детей и подростков. В нашей клинике осмотры детей проводятся в определенное отведенное время, когда не проводятся другие процедуры и не принимают другие специалисты. Это сделано специально для того, чтобы подросткам и девочкам было удобнее приходить к нам на прием, чтобы они себя комфортно чувствовали, не стеснялись. Детей до 18 лет мы принимаем только в сопровождении одного из законных представителей – родители или опытуны. Бабушки, дедушки, няни, тетушки, старшие и сестры не являются законными представителями, поэтому осмотры только в присутствии родителей. Следующий наш гость – Наталья Ежова, врач-дермато-онколог. Наталья Генриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Ежова, врач-онколог, заместитель директора по лечебной части клиники 21. Стаж работы по специальности – более 40 лет. Имеет сертификат по специальности онкология и сертификат косметология. Я знаю, в вашей клинике имеется аппарат Фотек. С его помощью можно удалить доброкачественное новообразование. Расскажите об этом подробнее. Фотек – это электрохирургический аппарат, предназначенный, как вы уже сказали, для удаления доброкачественных новообразований. Мы проводим процедуру удаления после предварительного осмотра пациента. При осмотре мы пользуемся дерматоскопом. У нас есть специальная цифровая дерматоскопия. Мы подключены к программе, мировой программе «Фотофиндер», что помогает нам не только определить доброкачественность новообразования, но и, соответственно, посоветоваться с коллегами. Это очень информативная процедура, и мы в своей работе используем ее очень часто. Как мы уже сказали, Фотек – это электрохирургический аппарат. Он предназначен для удаления родинок, кератом и ППЛО. Мы еще можем провести удаление вирусных новообразований кожи. В чем преимущество нашего аппарата? В отличие от лазерных аппаратов, Фотеком можно сделать очень аккуратный разрез, без повреждения соседних тканей. Ранка будет заживать через корочку. После отпадения корочки практически не остается следа. И еще одно большое преимущество в том, что мы можем взять материал на исследование. Мы отправляем все родинки после удаления на патомонфологическое исследование, что лишний раз подтверждает ее доброкачественность. При каких симптомах нужно обратиться к врачу? При удалении новообразований кожи мы обязательно собираем анамнез. То есть мы спрашиваем пациента, как давно у него новообразование. Оно менялось, росло? Или себя как-то проявляло в виде боли, зуда и неприятных ощущений? Если пациент говорит, что у него появились боли в области родинки, появился зуд, или он стал чувствовать свою родинку, например, на спине, появились язвочки над родинкой, или родинка выросла в три раза за последние месяц или два, то, конечно, в этих случаях надо срочно обращаться к врачу. И, конечно, если такие симптомы существуют, то лучше обратиться к врачу-онкологу. Как часто нужно посещать врача после проведенной процедуры? После проведенной процедуры мы рекомендуем обращаться через две недели после удаления для того, чтобы оценить процесс заживления ранки. И через месяц для того, чтобы оценить, есть рецидив или нет. Для проведения подобной работы нужны, конечно, определенные сертификаты. Есть ли они в вашей клинике? В нашей клинике имеются все сертификаты, которые позволяют нам проводить такие процедуры. Обязательно сертификаты по косметологии, сертификаты по онкологии и соответствующие тематические совершенствования по курсам. Это дерматоскопия и удаление нового образования кожи. К вам в клинику нужно с направлением от терапевта приходить? Или можно прийти, проверить любому человеку без направления? Ну, конечно, в нашу клинику может подойти любой пациент. Не обязательно брать направление от терапевта, дерматолога. Если есть желание проверить родинки, то, пожалуйста, приходите. Мы всегда к вашим услугам. У нас есть цифровая дерматоскопия, как я уже сказала. Проверим все ваши родинки и определим их доброкачественность или недоброкачественность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый день. Ольга Корякина. Врач-косметолог, главный врач клиники 21. Стаж работы по специальности 20 лет. Победитель всероссийского конкурса «Парад клиник-2019» в номинации «Лидер нитевых технологий АПТОС». Победитель ежегодной программы развития «Наставничество-2019». Да, действительно, это так. Я использую различные омолаживающие методики. Но нити заняли свою нишу в косметологии и становятся все более популярнее. Использование нити можно сравнить с традиционными инъекционными методами, которые уже давно известны. с контурной пластикой лица. Но по эффекту сравнимы с хирургическими процедурами, с пластической хирургией. Но нити подбирают индивидуально, в зависимости от морфологического типа старения и от тех проблем, которые нужно решить. Например, нити АПТОС содержит полимолочную кислоту, которая сама по себе является веществом, которое стимулирует регенерацию ткани, то есть усиливает синтез коллагена нового типа, молодого типа, и увеличивает количество гиалурона. И тем самым способствует образованию биологического каркаса, который будет являться хорошей профилактикой дальнейших возрастных изменений. Все нити гипоаллергенные, все замечательно переносятся организмом и имеют медицинские регистрационные удостоверения. Поэтому абсолютно безопасны для использования. Хорошо работать в комплексе с различными процедурами. Например, перед подготовкой к нитевой подтяжке лица я работаю на подкожно-жировой клетчатке. Например, это область подбородка, область брын, когда мне нужно уменьшить объем подкожно-жировой клетчатки. Я его уменьшаю и затем устанавливаю нити. Тем самым мы получаем более выраженный и более эффективный результат. Ольга Михайловна, с какого же возраста нужно обращаться к врачу-косметологу, делать процедуру, перед нитевой косметологией? Не всегда, Оля, возраст является показанием к применению тех либо иных технологий. Именно те изменения, которые начинаются, особенно изменения, связанные с провисанием мягких тканей, мы устраняем, когда появляются и первые признаки. Это примерно у кого-то 30, у кого-то 35, некоторым везет, им может быть 40. Но основное показание изменения контуров овала лица. Это нависание носогубных складок, это провисание брыл, потери четкости линий. Если это волнует, тогда можно прийти и сделать нитевую подтяжку. Если не волнует, это уже другой вопрос. Ольга Михайловна, я знаю, что вы стали победительницей всероссийского конкурса «Парад клиник». Расскажите, что это был за конкурс? Да. Есть такой ежегодный всероссийский конкурс «Парад клиник». Это действительно конкурс между клиниками. Конкурс проводится по всей России. Было 180 участников. Участие в этом конкурсе – это уже для меня честь. И то, что работа была признана, это тоже имеет большое значение. Я представляла свою пациентку, рассказывала о ее изменениях, и те методики, которые я использую на практике, я продемонстрировала результаты. Это как раз нитевая методика. Я представляла… Моя номинация была «Аптес» – «Лидер нитевых технологий». И вот по результатам работы я вышла в финал и как раз представляла морфотип чувашских женщин. И вот данные методики, которые я использую, активно использую и в практике в жизни. Что же такое за морфотип чувашской женщины? Что это такое? Что за термин такой? Ну, существует несколько типов старения. Мелкоморщинистый, деформационный, смешанный, мускулистый тип старения. Вот наши женщины в основном все широкоосколые, с мощным выраженным каркасом. Но если вовремя не заниматься омоложением, то этот морфотип переходит в деформационный. Утяжеляются овалы, контуры лица, и очень потом сложнее. Сложнее работать и сложнее восстанавливать. А вот на ранних этапах, когда используешь нити «Аптес», можно восстановить форму лица, создать четкие контуры линии. Следуете ли вы в своей работе за стандартами красоты? Стараюсь сохранить индивидуальность. Я стараюсь подчеркнуть природную красоту, не следовать сугубо тенденциям моды. И я именно за гармонизацию лица и сохранение красивых, естественных, природных черт лица. Либо их подчеркнуть. Педагогически мы слышим жалобы на неудачные косметические процедуры. Как вы к этому относитесь? Все процедуры, которые мы оказываем, это медицинская услуга, которую нужно делать в специализированных учреждениях, имея медицинскую лицензию, использовать препараты, которые прошли регистрационное удостоверение, как препараты медицинского значения или лекарственные препараты. А то, что сейчас используют эти услуги в парикмахерских, в салонах, на дому, это просто несет ряд последствий. Действительно, бывают осложнения, потому что не соблюдаются условия санитарно-эпидемиологического режима и не используются препараты качественные. И действительно, все чаще и чаще бывают осложнения. Выбирая здоровье и цену, лучше, я думаю, выбрать здоровье. И, конечно, приглашаю в свою клинику, где мы окажем услуги, соблюдая все нормы и правила. На этом наша программа подошла к концу. Вы смотрели «Время здоровья». С вами была Ольга Алексеева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова